Теперь, даже если у вас нет под рукой сотового телефона, вы можете позвонить в единую диспетчерскую службу с городского. Номер 1, 112. Слушай, спасение. Так это выглядит на том конце провода. Все звонки поступают в единую диспетчерскую службу. Оперативная дежурная смена – это 22 человека, готовых в любой момент принять ваш сигнал СОС. В день они обрабатывают до 200 звонков. Если провести анализ, то 15% – это сообщение пожара, в районе 35% – в полицию, около 35% идет скорая медицинская помощь и остальные прочие экстренные оперативные службы, такие как газовая служба, может быть, жилищно-коммунальный комплекс и так далее. Система работает так. Став свидетелем чрезвычайного происшествия, скажем, пожара, очевидец может сделать один телефонный звонок по номеру 112. Ему ответит специалист Центра управления в кризисных ситуациях. В зависимости от опасности, грозящей людям, диспетчер решит, какая экстренная служба должна отправиться на место происшествия. Например, при возгорании вызываются не только пожарные, но еще и полиция с медиками. Основное преимущество единого центра в том, что существенно сокращается время обработки поступившего сообщения о ЧП. Кроме того, номер 112 соответствует европейскому стандарту. Есть и другие плюсы. Запомнить тоже проще. То есть для детей 1-1-2 набирается проще. Ну и так как единый номер телефона, значит, соответственно, я думаю, что люди все привыкнут. Время привыкнуть еще есть. 112 окончательно заменит традиционные номера экстренных служб только к 2017 году. Екатерина Бубнова, Георгий Иванов. День событиях.